Приятно, что сегодня зал почти что полон, и для меня это значит, что тема концерта и события, к которому он приурочен, волнует людей нашей страны. Дата концерта 27 января выбрана не случайно. Сегодня Петербург, да и вся страна, вспоминает важное историческое событие — полное снятие блокады Ленинграда. Произошло это ровно 80 лет назад, в 1944 году. И хотя к этому времени битва за город еще продолжалась вплоть до июля месяца, над Ленинградом прогремел праздничный салют. Главным музыкальным символом этой победы, символом мужества защитников города стала седьмая симфония Дмитрия Шостаковича, всем известная под названием «Ленинградская». К слову, сам композитор не называл симфонию ленинградской. Он лишь написал на титульном месте партитуры «Посвящается городу Ленинграду». А вот поэтесса Анна Ахматова в своей поэме написала такие строки о симфонии. Притворившись новой пунктидраткой, знаменитая ленинградка возвращалась в родной эфир. С тех самых пор симфония стала ленинградской. Я думаю, что все из вас видели афишу и знают, кто будет главным героем нашего концерта. И я предлагаю посмотреть Дмитрия Дмитриевича Волочева. Дмитрия 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 seasons «Уделия мажорный аккорд». Там может быть пропущено случайно в вашей петентуре, потому что ему полагается быть. Цифра 131-й такт. Есть и вас это так. Мы видели когда вы спури, как учили вkład Христове? Именно первый такт цифра 130. Вы понимаете, это ta репетиционный процесс. Первый такт. Когда говоришь о человеке такого масштаба, как Шостакович, кажется, что события, связанные с ним, так далеки от нашего времени, что это было все очень давно и неправда. Читаем учебники. Шостакович родился в 1906 году. Это же больше ста лет назад. Кажется, что так много. А вот если посмотреть на год смерти, 1975, то сразу становится как-то все ближе и понятнее. К примеру, за 4 года до смерти Шостаковича вышел фильм «Джентльмена удачи». А через 2 года после смерти композитора появился служебный роман. Что это нам дает? Мы можем себе представить это время визуально. Какие люди жили? Кто был современником Шостаковича? Какие автобусы в то время ходили? Как люди одевались? Что они слушали? Какой интерьер был у них в квартирах? И многое другое. А вот случай из моей жизни. Несколько лет назад я работала в другой школе в Петербурге. У меня была старшая коллега, тоже преподаватель Серпеджио, женщина в годах. Она рассказала случай, как студентка ездила к своему преподавателю в Репино сдавать зачет. Кто не знает, Репино — это такой курортный поселок в Санкт-Петербурге, на берегу Финского залива. И еще в советское время там расположился дом творчества композиторов, где композиторы и музыканты жили, писали, отдыхали. И по пути к домику своего преподавателя моя коллега встретила старичка. Такого хлебенького, небольшого ростика, в пальто, в шляпе, хотя это был май месяц. И коллега рассказала этот случай своему преподавателю, что старичок уж больно походил на Шостаковича. Это и был Шостакович, сказал преподаватель. История произошла в мае 1975 года, и по письмам композитора мы видим, что действительно в мае того года он находился в Репино. А вчера буквально мы с директором нашей школы, Ниной Рудольфовной, делали выставку, посвященную Шостаковичу, где мы обратили внимание на нее. И она как-то так случайно обмолвилась, что была на премьере 15 симфонии Шостаковича. И после премьеры, как положено, композитор вышел на сцену, поэтому в зале сидит человек, который тоже вовочью видел этого композитора. То есть он к нам очень близко. Вот не знаю, как вот у вас, но у меня ощущение, что Шостакович все время находится от меня на расстоянии двух рукопожатий. То есть живы еще те люди, которые видели композитора, или находились с ним в непосредственном контакте. А значит, еще жив дух музыканта. По этой причине концерт получил название «Век Шостаковича». Наш концерт открывает прелюдии Шостаковича, который исполнит Каваленко Андрей. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Давайте проведем такой эксперимент. Я буду называть фамилии композиторов, а вы скажете, какие моментальные образы у вас возникают в голове при их фамилиях. Левальти. Весна, скрипка. Скрипка. Природа. Природа. Времена года, да? Хорошо. Моцарт. Реквия. Реквия, да. Минует. Минует, да, потому что в школе очень много играет минуетов Моцарт. Галат. Ну а то, что мальчик Мандеркин, да, отец, который учил его, Вена, может быть, у кого-то возникает ощущение. Шопе. Фортепиано. Фортепиано. Хорошо. Чайковский. 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 Детский альбом. Да. Шостакович. Ленинград. Ленинград. Ага. Вот смотрите. Заметели, что при фамилии Шостакович сразу возникает образ России двадцатого века. Причем вы сказали не Санкт-Петербург, а Ленинград. То есть понятно, что Ленинград он был назван в двадцатом веке. И вот в случае с другими композиторами мы не задумывались о том, в каких они веках жили, в каких городах. Кто знает, как у Мекки жил Ливальди? Ужас. Это не важно. Не важно. Потому что музыка Ливальди, она словно существует для нас вне контекста времени. Шел в Италии, когда там давно. А вот дальше мы просто наслаждаемся его музыкой, нам нравятся его концерты времена года. Правильно? Да. А вот Чайковский. Вот вроде русский композитор. Вторая половина девятнадцатого века. Ну вот, кто изучает историю России, тот наверняка вот этот образ себе России двадцатого века представляет. Да? Но, опять же, вы же не сказали мне ничего про то, в какое время он жил или какие события были связаны с Чайковским. В смысле, при жизни Чайковского какие события происходили, да? А потому что это тоже не важно. Когда мы слушаем оперном театре оперы Евгения Онегина и Пикаватама, мы не задумываемся, какие события происходили, когда Чайковский писал ту или иную арию. То есть эта музыка опять существует для нас в отрыве от исторического контекста. В случае с Шостаковичем это не так. Это композитор, музыка которого пропитана политическим, общественным и культурным контекстом. Каждое значительное произведение Шостаковича было откликом на конкретные события, происходившие в стране. Композитор, в буквальном смысле, был летописцем эпохи. Конечно, тут еще играет роль и наше восприятие. Ведь Шостакович это, по сути, современие наших прабабушек и даже бабушек. Ну, к примеру, вот моя бабушка была ровесницей третьей жены Шостаковича. Даже моя бабушка старше 3 года, чем жены Шостаковича. Звали третью жену Шостаковича Ирина Шостакович. Ну, фамилию она взяла уже при замужестве. Ирина Антоновна родилась в Ленинграде в 1934 году. И с Шостаковичем у ней была разница в 30 лет. И прожили они в браке 13 лет до самой смерти вот композитора. Я нигде не нашла информацию, жива ли она сейчас или нет. Но интервью, которое я с ней смотрела, было выпущено в 2015 году. То есть это совсем прям очень-очень близко к нам. Я веду к тому, что Шостакович это то время, которое мы знаем, чувствуем и понимаем. И поэтому мы не можем воспринимать его сочинение в отрыве от советской эпохи. А композитор не мог находиться в отрыве от своего времени. Музыка Шостаковича не могла быть гармоничной, мелодичной и ровной по ритму. Потому что мир в 20 веке переворачивался. Потому что жизнь заставляла переворачиваться те человеческие ценности и качества, которые формировались еще с азов христианства. И Шостакович был выразителем всего того дисбаланса, всего ужаса и страха, всей ненормальности эпохи, в которой он жил. И вот с этим новым ощущением мы сейчас послушаем при люде и фугу ревермент-мажор в исполнении Екатерины Шинезаровой. Музыка Шостаковича 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 Играет музыка 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 и хотя за границей рахманова сложно сочинять и первые десять лет он ничего не писал он все же смирился с этим фактом и в конце жизни стал гражданином америки шестакович несмотря на все сложности жизни в советском союзе на все его непростые отношения с властью он до конца дней своих оставался на родине и в каких жанрах бы он не работал все пропитаны русскости хочу отметить что шестакович писал не только такой сложный музыку сейчас это будет как раз яркий пример периоде нерадин для двух вилочей исполняет павел муков и татьяна киртяжкина а 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 Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. И уже к концу я увидела, что в оркестре появляется человек в вольной форме. Я просто поняла, что в городе обьяна тревога. Но он дал доиграть. Потом пришел и сказал товарищу на тревоге, В Москве все спускаетесь, а это колонны из Алдома Союза, все спускаетесь в метро, что-то такое, чуть невелокие композиции. Ну а вот седьмая тогда доходила до всех, особенно вот эта тема нашествия, все это, понимаете, там прибавлялось очень много, это же все-таки конец марта, холод адский, все сидят, кто в валеньках, кто в чем, по всякому роду, тела в веках, и мы сидим. И вот это чувство сплоченности все вместе, оркестр рядом. Вы знаете, что может быть в городе Бандюшка, это же совсем другой день. Пару минут назад я говорила о двойной игре, которая велась обществом и властями вокруг Шостаковича. Но также упоминала, что Шостакович тоже ее вел. Теперь внимание на экран. Пару минут, что Капутина называется эпизод. Субтитры занимается эпизодом. Ну, кто из любителей музыки знает, что это за тема или эпизод? Ленинград. Ленинград? Ну, симфония ленинградская. А эпизод называется? Ну, кого хотя бы он так называет? Русских фашистов. Фашистов. Фашистов, да. Это называется эпизод нашествия. И этой музыкой Шостакович показал, как отбегается на нашу сторону вражеская фашистская сила. Звучание этой темы всё время всё активнее и активнее. И больше инструментов прибавляется. Она, конечно, всё мощнее. Как будто качественно вражеская сила надвигается на город. Это официальная версия. А вот неофициальная говорит о том, что эта тема была написана Шостаковичем за несколько лет до начала войны. И изображает ту страшную силу, которая была связана со сталинским режимом. Но, как я уже говорила, музыка не поддаётся точному истолкованию. И проверить это, по крайней мере в то время, было невозможно. Точно никто не смог. Сегодня всё больше музыкантов и учёных музыки задают вопрос. Верно ли, что Ленинградская симфония – это шедевр, который забивает все остальные творения Шостаковича? Я не буду детально отвечать на этот вопрос. Отмечу лишь, что всё больше музыкантов склоняется к ответу, что такую популярность симфония приобрела благодаря необычным условиям, в которых она создавалась. Она должна была и стала символом будущей победы. В родной стране после такого успеха Шостакович получил сталинскую премию первой степени. Его признали величайшим советским композитором. Среди всех он был номером один. Хотя в то же самое время в России жил и творил другой замечательный художник, которого во всём мире признали нападом. Это Сергей Прокофьев. Мы сейчас сделаем немножко вступление от творчества Шостаковича и послушаем скрипичную сонату Прокофьева, которую композитор написал военные воли. И, как другие сочинения было времени, она посвящена осмыслению событий Великой Отечественной войны. К слову, в 1941 году Прокофьев тоже за это сочинение получил сталинскую премию первой степени. Сонат в этой симфонии получилась четырёхчастной. Мы послушаем не все части, а только лишь третью. Любители музыки наверняка знают, что в симфонии и в сонате есть обязательно контраст. То есть все части, они разные должны быть по характеру. Как правило, драматичные, активные части, событий – это крайние. Первая, третья или четвёртая. А вот в серединке – медленная лирическая часть. Исполняет Лидия Голшанская, скрипка «Маргарита Медвер» 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Ребята, задумывались забыть, зачем вас, родители, отдали в музыкальную школу. Саша, ты зачем будешь музыкальную школу? Не знаю. Мозг. На самом деле, я вам открою тайну. Они так на вас определиваются. Вот они когда-то, может быть, ходили в музыкальную школу сами. Все детство в ней провели. Вместо футбола сидели, учили ноты по фортепиано. А потом появились вебики. Отдам-ка я своего ребенка в музыкальную школу. У меня не было детства, и у вас не будет. Или у кого-то бывает, как у меня мама. Она два месяца походила в музыкальную школу, поучилась играть, надоела, набросила. А потом в 20 лет подумала, что же я натворила. Отдам-ка я дочку свою в музыкальную школу. Пусть она у меня станет музыкантом. Было такое? У кого такое было? У меня было. Да. Мама, ты куда ходи? Ну, а если родители профессиональные музыканты? Ну, тут все были конкретно. Так вот, не удалось избежать такой участи и детям Шестаковича. У него были два замечательных ребенка. И он их тоже желал приобщить к музыкальному искусству. Но если сыну удалось приобщить к музыке, Максим Дмитриевич Шестакович стал профессиональным музыкантом и дирижером. То вот его младшая дочь Галя не очень охотно занималась музыкой. Поднимите руку, кто тоже не охотно занимается музыкой? А, что? Даже запоминаем. Будем отчислять. И так. Не зря вы поднимаете руку, кто сидится на ней на руках. Так вот, тем не менее Шестакович не оставлял надежды увлечь ее игрой на фортепиано и написал для нее маленькую пьесу. И пообещал, что если она выучит и сыграет эту, то она пишет другую. Так повторялось несколько раз и в конце концов пьес стало достаточно, чтобы сделать из этого целый сборник. Говорят, что отцы больше любят своих дочерей, а матери сыновей. Согласны с этим утверждением? Нет. Так вот, ну смотрите, Галина, его младшая дочь не любила заниматься музыкой. А он ей написал пески, целый сборник. Так потом он еще посвятил ей цикл, который назвал «Танец кукол» и придумал для нее даже целую историю. Когда Дмитрий Дмитриевич был маленьким, его звали Дмитя. Однажды ему приснился сказочный сон. Будто они с подружкой забрели начертаться его дома. Среди старых забытых вещей они нашли открытый паутин и пыль сундук. Дети долго возились тяжелой крышкой сундука, которая никак не хотела подниматься. Но вот сундук открытый. И что же они увидели? В сундуке находилась коллекция парфоровых сутуиков. Дети осторожно разглядывали маленькие фигурки, которые застыли в различных танцевальных козах. И вдруг им показалось, что звучала чудесная музыка. Она была такой волшебной, нежной и изящной, что, услышав музыку, фигурки начали оживать и исполнили свой неповторимый танец. И первый танец, который мы услышим, называется «Да вот айсбол». Егор, Ушаков и Саша. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...